Два года спустя Приснился сон Фараону А до этого был фараон? Да, фараон А до этого был царь? Ладно, неважно Может я придираюсь? Фараону приснился сон Как будто он стоит у реки Нил И семь коров вышли из реки И пасутся на траве Здоровые, хорошие на вид Такие коровы Ну вот из реки вышли Еще семь коров Тощих и больных на вид И стали на берегу рядом со здоровыми коровами И больные на вид коровы Съели здоровых коров Ну они же травоядные Так как? И тут фараон проснулся Да, это ужас Коровы съели А те стоят здоровые И смотрят Вот тут вот бочок Вот тут пожирнее Откуси там А она зубами Которые для травы Откусывает мясо Ужас Да Начало хорошее Когда он снова уснул То им опять приснился сон На этот раз На этот раз ему приснилось Семь колосьев пшеницы Растущих на одном стебле Здоровых и полных зерна Семь на одном стебле Чернобыльский, наверное А потом он увидел Что прорастает еще Семь колосьев Но пустые И опаленные Горячим ветром Эти семь Пустых колосьев Пожирали Семь полных колосьев И тут фараон Проснулся И понял Что это был Всего лишь сон Ну понимаете Вот у коровы Есть род А колосья Съели другие колосья Что там Они курили Перед тем Как вот это все писать Колосья Съели колосья Это написано Слушайте А может быть Вот здесь По другому Пожрали Пожрали колосья Колосья Съели колосья Ладно Идем дальше Мы еще не такое видели Так На следующее утро Фараон был очень Стревожен Этими снами Тогда он послал Собрать Всех волшебников И мудрецов Египта И рассказать им Свои сны Но никто из них Не смог их Истолковать Ну Потому что Бред Да конечно И тут Виночерпий Вспомнил Об Иосифе И сказал фараону Я вспомнил о том Что случилось Со мной Вот момент Виночерпий Как он может Вспомнить Иосифа Ну наверное Потому что Он ему Черпал вина Да А как Ну как бы Ну наверное Так То есть это Под этим делом Вот Иосиф Сейчас Вам Расшифрует Я знаю Он еще не то Рассказывал Мне Я вспомнил о том Что случилось Со мной Ты разгневался На меня И на пекаря И отправил Нас в тюрьму А это же продолжение Он же одного Пекаря то убил А этого оставил А вот что Я уже забыл Однажды ночью Нам с ним Приснились сны Каждый сон Имел свое значение С нами в тюрьме Был один молодой еврей Слуга Начальника Телохранителей Мы ему рассказали Свои сны И он объяснил Их нам Рассказал Что означает Каждый сон Видите Он же там Не заключенный А слуга Начальника Телохранителей Он же разгуливал Вдоль камер И так далее А его же посадили Но он разгуливал Но эту тему Мы уже прошли Как это возможно Мужской компании Но как бы Идем дальше И как он сказал Так и сбылось Он сказал Что я буду Свободен И получу Обратно свое место И так И сбылось И еще он сказал Что пекуру умрет И это тоже сбылось Фараон велел Привезти Иосифа Из тюрьмы Стражники Тут же вывели Иосифа Из тюрьмы Он остригся Надел чистую одежду И отправился К фараону Мне снился сон Сказал фараон Иосифу Но никто не может Мне его истолковать Я слышал Ты умеешь Толковать сны Ну А что он его не узнал Он же в его доме жил Что там Или уже Или фараон уже другой Нет Тот же самый Я не умею Ответил Иосиф Соврал Иосиф Да Он же умеет Но сказал не умею Но Бог может Объяснить их тебе Фараон И тогда фараон Сказал Иосифу Мне приснилось Что я стою На берегу реки Нил И вышли из реки Семь коров Здоровых Хороших на вид И стали пастись На траве Потом я увидел Что из реки Вот тоже Ну как бы Из реки Они из-под воды Что ли вышли Как могли Корову Выйти из реки Переплыли Ну написано Из реки Ну это что такое А тут у крокодилы Могут выйти Или бегемоты Ладно Вышли Это же сон Еще семь коров Но эти были Тощие и больные На вид Хуже этих коров Я не видел Нигде в Египте И вот Тощие больные Коровы Пожрали здоровых коров Но и после этого Они все равно Выглядели Такими же Тощими больными Глядя на них Нельзя было даже сказать Что они пожирали Здоровых коров Они выглядели Такими же Тощими больными Как и прежде И тут я проснулся В другом сне Я видел Семь колосьев Растущих на одном стебле Здоровые колосья Полные зерна И после И после них То есть Они их Сжали Убрали И после них Выросло еще Семь колосьев Но они были Тощие И обожженные Горячим ветром И вот Тощие колосья Пожрали Семь здоровых Колосьев зерна Я рассказал Эти сны Моим волшебникам Но никто Не смог Мне их объяснить Что они означают И вовсе Сказал фараонам Оба Эти сна Об одном И том же Бог говорит тебе О том Что скоро Случится Оба сна На самом деле Означают Оба сна На самом деле Означают Одно и то же Семь хороших Коров И семь хороших Колосьев Это семь лет А семь Тущих и больных На вид коров И семь Тущих колосьев Означает Что в этих краях Будет семь Голодных лет И эти семь Плохих лет Наступят После семи Хороших лет Бог открыл тебе Что случится Вскоре И он сделает Так Как я тебе Сказал В течение Семи лет Египте Будет всего В изобилии Но потом Наступит Семь голодных лет И народ Египта Забудет о том Как много Было всего Раньше И голод Погубит страну Люди Забудут Когда Не были голодны Фараон Тебе приснилось Два сна Об одном и том же Ибо Бог Хотел показать тебе Что он на самом деле Сделает так И что все Вскоре случится И потому Фараон Ты должен Манипуляция пошла Ты должен Выбрать мудрого Разумного человека И поставить его Над всем Египтом Ну то есть Как бы Отдать свой трон Да Должен Почему Сон приснился Все Должен Ты должен Назначить людей Чтобы они Собирали у народа Еду В течение Семи Хороших лет Народ должен Будет Отдавать им Одну пятую Того Что выращивает И тогда В течение Семи Хороших лет Эти люди Соберут много Еды И запасут Ее в городах До тех пор Пока она Не понадобится И только Ты фараон Будешь этим Распоряжаться И тогда Во время Семилетнего Голода В земле Египетской Будет запас Еды И голод Не погубит Египет Такая мысль Очень понравилась Фараону И всем Его приближенным Я думаю Что нам Не найти Никого Более подходящего Для этого Дела Чем Иосиф Сказал Фараон Своим Приближенным В нем Дух Божий Который Дает ему Великую Мудрость Сказал Египтянин Проеврея Точно Я поставлю Тебя Над моей Страной И народ Будет Поименоваться Тебе Все поверили Или кто-то Один Не поверил Только я На престоле Буду Могущественнее Тебя Из тюрьмы Значит В кресло Отныне Ты будешь Правителем Всего Египта Сказал Фараон Иосифу И дал ему Персень Со своей Золотой Со своей Царской Печатью И одежду Из тончайшего Полотна А на шее Ему надел Золотую Цепь Вот сколько Килограмм Не написали По воле А может здесь Будет написано Вот такие Подробности Это же Так Где тут Золото Нет Возложил Ну Ну повесил Надел По воле Фараона Иосифа Везли На второй Из колесниц А перед колесницей Иосифа Шли телохранители И провозглашали Народу Кланяйтесь Иосифу И стал Иосиф Правителем Всего Египта Ну Как это сказать Хуцпа Хуцпа Да Впереди Фараон же ехал На первой Колеснице То есть Никто не кричал Вот фараон А все кричали Вот Иосиф Да Ну Просто Видимо у людей Нет вообще Ни стыда Ни совесть Ничего нет Вот А те кто Это читают И выучивают Наизусть Да У тех нет мозгов Вот такой у меня вывод Я вижу что это Полная дурь Да Но Как бы Написано Читаем Дальше Я фараон Никто другой В Египте Не смеет Пошевлить рукой Или ногой Без твоего На то разрешения Фараон Сказал Иосифу Я фараон Никто другой Кроме фараона Да Не может Пошевлить рукой И ногой Без твоего разрешения А он Так сказать Взял на себя Такой Проездной Чтобы Он его не трогал Фараон Фараон дал Иосифу Другое имя Цафнав Пинях Цафнав Пинях Пинях И дал ему Жену Асенефу Дочь Потифера Жреца Илиапольска Илиапольского Поль Это Видимо Фараон Эллен Грек Поль Полис Это город Или Это имя Бога Божественный город Или Илиополь Или гелиополь А Соответственно Гели Гелиос Это солнце Вот она Связь Гелиос Элиос Эл Ладно Не отвлекаюсь И стал Иосиф Правителем Всего Египта Иосифу было 30 лет Когда он стал Служить Царю Египетскому И прошел По всей земле Египетской В течение Семи Хороших лет В Египте Были Обильные Урожаи И в течение Этих семи лет Иосиф запасал И хранил В городах хлеб В каждом городе Он делал запасы Из зерна Из того Что росло В полях Вокруг города Так Иосиф Собрал Огромные Запасы Зерна Столько Сколько Песка В море Он собрал Столько Зерна Что его Невозможно Было Измерить Ну Как Это же Какие-то Были Сараи Какие-то Были Хранилища Ну Как Одно Хранилище Два Хранилища Можно Объем Посчитать Ну Ладно В общем Молодец Осифа была Жена Осинефа А мы уже знаем Мы читали уже Дочь Патифера Жреца Илеопольского Еще до наступления Первого Голодного Года У них Родилось Двое Сыновей Первенца Звали Монассия Так назвал Иосиф Сказав Бог Бог Дал Мне Позабыть Оо всех Моих Незгодах И о Моем Доме Ну Как-то Видимо Расшифровывается Иосиф Назвал Второго Сына Ефрем Потому что Как он Говорил Много Претерпел Я Незгод Но Бог Послал Мне Во всем Успех И тем более Он знал Что Ефрем В России Будет Хорошо Как бы Восприниматься Да Вот он Для русских Ефрем Сделал Имя В течение Семи лет У народа Было Изобилие Еды Это уж Какой раз Говорится Третий А потом Эти годы Прошли И начался Семилетний Голод Как и сказал Иосиф Ни в одной Стране В тех Краях Не было Урожая Но В Египте У народа Было Вдоволь Еды Ибо Иосиф Запас Со Зерном Когда Наступил Голод Египетский Народ Возвал Фараона О хлебе Но Фараон Сказал Египтянам Пойдите Спросите У Иосифа Что делать То есть К нему Обратились Отец Родной Батюшка Фараон Он говорит Не-не-не-не К нему Все Кругом Был Голод В очередной Раз И тогда Иосиф Отворил Хранилище И стал Продавать Египтянам Запасенное Зерно И В Египте Был Ужасный Голод Но Такой Ж Ужасный Голод Был И по Всей Земле И народ Из всех Стран Вокруг Египта Приходил Покупать Там Зерно То есть Он Как я Понимаю Собрал Бесплатно Это зерно В виде Налога Наверное Где Ну как Вот Запасал Запасал И хранил Как запасал Покупал Нет Не написано Что Покупал Просто Забирал А потом Сал Продавать Вот И собрал Он Всякий Хлеб Собрал Скопил Ну как Скопил Это Я Именем Фараона Беру У тебя Там Какую-то Пятую Часть Твоего Зерна Куда Надо Без Вопросов Стратегический Запас А потом Стал Продавать Ну это Вот Такой Вот Берите Пример Глава 42 Яков Узнал Что в Египте Есть зерно И сказал Своим Сыновьям Почему Вы сидите И ничего Не делаете Притом Они скотоводы Я слышу Что в Египте Есть зерно На продажу Так давайте Пойдите туда И купите Зерно Чтобы нам Выжить И не умереть И вот Десять Братьев Иосифа Десять Отправились Египет Купить Зерна Вениамина Единственного Родного Брата Иосифа Яков Не отпустил С ними Боясь Как бы С ним Не случилось Беды То есть Он отправил Такой Как бы То что Не жалко А любимого Оставил В земле Ханаанской Был ужасный Голод И поэтому Много народа Оттуда Отправилось В Египет Чтобы купить Там зерна Пошли туда И сыновья Израиля Иосиф В то время Был правителем Египта И распоряжался Продажей зерна Тем Кто приходил В Египет Братья Иосифа Пришли И поклонились Ему Увидев братьев Иосиф Узнал их Но притворился Что не узнает И говорил С ними Сурово Откуда Вы Спросил А вот Та тема Что фараон Его не узнал После тюрьмы Ну это Как бы Мы проскочили А тут Видите А тут Можно узнать Через много Много лет Откуда Вы Спросил он Из земли Ханаанской Ответили Братья Мы пришли Купить Еды Что огурцов Какой еды Вы наверное зерно Пришли купить Или еды В принципе Зерно это еда Но Они же за зерном Пришли Иосиф узнал Братьев А еще раз узнал И опять он узнал Но они не знали Кто он такой Опять они не знали И вспомнил Иосиф Сны о братьях Которые ему снились Вы пришли Не за едой Сказал Иосиф Братьям Вы с Игледатой И пришли сюда Выведать В чем наша слабость Наша слабость Братья ответили Нет господин Мы слуги твои Пришли только для того Чтобы купить хлеба Соврали они Какие они слуги Первый раз видят человека Ну не первый раз Как бы Как будто не знаком Все мы братья У нас один отец Мы честные люди Соврали они опять Они честные люди Брата своего Продали в рабство Хотели убить Нет Сказал им Иосиф Вы пришли сюда Выведать В чем наша слабость То есть он Как египтянин уже Братья ответили Нет Мы братья Всего у нас в семье Двенадцать братьев И у нас У всех один отец Самый младший брат Пока дома с отцом А еще один брат Умер давным-давно Мы слуги твои Представим перед тобой А пришли мы Из земли Ханаанской И как бы Умер давным-давно Нет Сказал Иосиф Я вижу Что прав И что вы Соглядаты Но дам вам возможность Доказать Что вы говорите правду Именем фараона Клянусь Что не отпущу вас Пока не придет сюда Ваш младший брат Я отпущу одного из вас Чтобы он отправился Обратно И перевел ко мне Сюда Вашего младшего брата Остальные же пока Будут в тюрьме Посмотрим Правду ли вы говорите Но я клянусь Именем фараона Что вы Соглядаты Соврал Уже Иосиф Он же Соврал Он же Хочет развести Вывести На чистую воду Но он врет И отправил Иосиф Их всех На три дня В тюрьму Три дня спустя Иосиф сказал им Я человек Богобоязненный И сохраню вам жизнь Если сделаете Вот что Если вы честные люди Если вы честные люди Оказывается Понятие было Честный человек Но такое видимо Комическое Честный? Ладно Значит Если вы честные люди То один из вас Пусть остается В тюрьме А остальные Идите Отвезите зерно Своим Семьям После этого Вы должны Привезти ко мне Сюда Вашего младшего Брата И тогда я удостоверюсь Что вы говорите Правду И вы будете жить Братья согласились На это Говорят друг друга Это нам Наказание За то зло Которое мы Причинили Нашему Младшему брату Иосифу Мы видели В какую он попал Беду Как молил нас Спасти его Но не хотели Слушать А потом Потому теперь И сами в беде Только я не понимаю У Осипа с головой Все в порядке Он же одного Вроде бы как Отправил уже За младшим А теперь этих Еще опять Отправляет За младшим Кто-то из них Не справится С заданием Да Я отпущу Отправил их Всех А он все таки А ну Как бы Говорить можно Все что угодно Да Он сказал Что отпустит Одного А сам не отпустил Тут же Я отпущу Но идите Все В тюрьму А сейчас Один остается Как заложник А вы идете Переиграл Тут же Так Ладно Дальше Они стали Что-то подозревать Тогда Рувим Сказал Я говорил вам Что Чтобы вы Не делали зла Мальчику Но вы Не хотели Слушать Теперь же Мы наказаны За его смерть Иосиф Разговаривал Со своими Братьями Через переводчика И они не знали Что он понимает Их язык Он же Слышал И понял Все Что они Говорили Хитро Иосиф Вышел И заплакал Немного Погодя Он вернулся Обратно Взял Симеона Одного Из братьев И на глазах У них Связал Его Проплакался Минутка Слабости Прошла И связал Брата И велел Иосиф Наполнить Мешки Братьев Зерном И они Заплатили Ему За это Зерно Заплатили За это Зерно Но Иосиф Не оставил У себя Их Деньги А положил Их Каждому Мешок Зерном И дал Братьям Все необходимое Для обратной Дороги Погрузив Зерно На своих Ослов Братья Ушли Когда же Они Остановились В одном Месте На ночлег Один Из Братьев Открыл Свой Мешок Чтобы Дать Корм Ослу И Увидел В мешке Деньги А что Осел Не может Травки Поесть Что ли То есть Как бы Они Купили Себе Еду А Кормят Осла И Пока Не дойдут Осел Все Саживет Ну Ладно Смотрите Сказал Он Остальным Вот Деньги Которые Я отдал Зерно Кто-то Положил Их Обратно В мой Мешок Братья Очень Испугались И стали Спрашивать Друг друга Что это Бог Делает С нами Вот это Вот тоже Черта Религиозных Людей То есть Человек Что-то Сделает А они Господь Сделал Почему Ну Только Господь Может Сделать Такое Положить Деньги В зерно А человек Такое Сделать Не может Так Где там Братья Возвратились К своему Отцу Якову В землю Ханаанскую И рассказали Ему Что произошло Правитель С той Страны Говорил С нами Сурово Приняв Нас За Соглядаев Соглядаев Мы же Сказали Ему Что мы Не Соглядаи А честные Люди Сказали Что нас Двенадцать Братьев Рассказали О нашем Отце И о Младшем Брате Оставшемся Дома С отцом В Ханаане И тогда Правитель Той Страны Сказал Нам Вот вам Способ Доказать Что вы Честные Люди Пусть Один Из вас Братьев Останется Здесь Со мной Вы же Доставьте Зерно Своим Семьям А потом Приведите Ко мне Вашего Младшего Брата Тогда Я удостоверюсь Что вы Честные Люди А не Соглядотаи Если вы Говорите Правду То я Возвращу Вам Вашего Брата Отдам Его Вам И вы Сможете Свободно Покупать Зерно У нас В стране Притом Вот этот Возврат Денег Зерном Это Вообще Это Пользование Служебным Положением Это Не его Зерно Не его Деньги А фараона Он распоряжается Получается Он взял В счет Фараона И подарил Своей семье В принципе Традиция Уже давняя Мы помним Авраама И его сына А это Как бы Продолжение Египтян Надо Грабить Так И тут Братья Стали Вынимать Зерно Из своих Мешков И каждый Из них Нашел В мешке С зерном Кошель Со своими Деньгами Увидев Деньги Отец И братья Испугались Шайтан Что это Как это И сказал Им Яков Вы что Хотите Чтобы я Потерял Всех своих Детей Иосифа Нет Семена Нет А теперь Вы хотите Еще Вениаминов Увести Тут вопрос Наверное Поставить Но Рувим Ответил Отцу То есть Этот Яков Он уже Семена Как бы Ну нет И нет Тут Тут еще Много Сыновей Одного Больше Другого Меньше Одного Больше Одного Меньше Не страшно Но Рувим Ответил Отцу Отец Можешь Убить Обоих Моих Сыновей А Себя Не хочешь Убить Зачем Ты Своих Сыновей Хочешь Убить Рувим А У тебя С головой Все В порядке Убей Себя Если Хочешь Зачем Ты Клянешься Детьми Которые Ни в чем Не виноваты В ваших Терках С отцом Это ужас Можешь Убить Обоих Моих Сыновей Если Я Не приведу Вениамина К тебе Обратно Доверься Мне И я Возвращу Его Тебе Яков Сказал Не отпущу С вами Вениамина Брат Его Умер И он Единственный Сын Оставшийся Мне От жены Моей Рахили Если С ним Что-то Случится На пути В Египет Я этого Не переживу Вы Меня Старой Убитого Горем Сведете В могилу Ну Короче Самое Ценное Вениамин Да Никак Не хочет Отпускать 43 Глава В той Стране Был Ужасный Голод Ну Как бы Чтобы Мы Не забыли Фон Все Зерно Которое Привези Из Египта Съели И Когда Зерна Не стало Яков Сказал Сыновьям Отправлять Чего Зерна Чтобы Нам Было Что Есть Тогда Иуда Сказал Яков Правитель Той Страны Предупредил Нас Сказав Если Не Перейдете Ко Мне Своего Брата То Не Являйте Мне На Глаза Если Ты Отправишь С Нами Вениамина Мы Сможем Пойти Туда И Купить Зерна Если Ты Отказываешься Отпустить Его То Мы Не Пойдем Ибо Тот Человек Предупредил Нас Чтобы Мы Без Брата Не Приходили То Что Семен Там Остался Тоже Фиг С С Да Уже Считай Нет Но Есть То Надо И Вот Опять Перед Выбором И Сказал Израиль Зачем Вы Ему Сказали Что У Вас Есть Еще Один Брат Зачем Причинили Мне Такое Зло Зачем Вы Говорили Правду Не Могли Соврать Что Ли Я Был Бы В Добре А Теперь Я Во Зле Я Зол На Вас Дураков Что Вы Такие Честные Вы Евреи Или Кто Этот Человек Сдавал Нам Много Вопросов Ответ Ли Братья Хотел Знать Все О Нас И Нашей Семье Спросил Жив Ли Еще Ваш Отец Если У Вас Дома Еще Один Брат Мы Просто Отвечали На Его Вопросы Не Ведая Что Он Велит Нам Привезти К Нему Брата Иуда Сказал Израилю Отцу Своему Пусть Вениамин Пойдет Со Мной Логично Хотя Опять же Хлеб Это Дополнение К тому Мясу Которое У них Должно Быть Как У скотоводов У них Жеста Они Мясо Едят А хлеб Так Ну Ладно Выбор Такой Жесткий Что Жизнь Или Смерть Я Ручаюсь Вот Как Он Может Ручаться Один Еврей Ручается За то Что Египетские Солдаты Не Арестуют Не Убьют Как Можно Ручаться Я Пойду И Я Ручаюсь Ну Хорошо Ручается Я Ручаюсь За Его Безопасность И Отвечаю За Него Если Я Не Переду Ее К Тебе Обратно То Можешь Считать Меня Виновным Навеки Ну Это Сурово Это Сурово Ну Хорошо Хоть Детей Не Поставил На Кон Если БЫ Ты Отпустил Нас Раньше Мы БЫ Уже Сходили Два Раза Расчет Да Уже Мы Два Раза Может Что То Еще Перепродали А Ты Тут Уперся И Сказал Тогда Отец Израиль Если Я Он стоит прям на воротах, и прям лавка какая-то, и торгует. И увидел братьев, да? То есть он не сидит во дворце, а он прям вот как бы в торговом зале продает зерно. Возьмите и отправляйтесь. Я молю всемогущего Бога помочь вам, когда предстанете перед правителем. Молю, чтобы он дал Вениамину и Симеону, вспомнил про Симеона, возвратиться обратно невредимыми. Если же нет, то горевать мне опять об утраченном сыне. Но вообще-то уже он будет третьим. Вениамин, Симеон и первый. Уже три. И вот, взяв с собой дары для правителя, и вдвое больше денег, чем в первый раз, братья отправились в Египет, и на этот раз с ним отправился Вениамин. И предстали они перед Иосифом. Увидев с ним Вениамина, Иосиф сказал своему слуге, «Приведи этих людей ко мне в дом, заколи что-нибудь из скота и приготовь. Сегодня в полдень эти люди будут есть со мной». Слуга исполнил приказание и привел их в дом к Иосифу. Братья были в страхе, когда их вели в дом к Иосифу и говорили, «Нас привели сюда из-за тех денег, которые в прошлый раз были положены нам в мешки. И теперь эти деньги будут свидетельством против нас. У нас отберут ослов и обратят нас в рабство». Думали они, исходя из того, как бы они поступили. Они бы вот так поступили, поэтому они и говорят, вот так с нами поступят. У них нет других вариантов в голове. Только так. У дверей дома братья подошли к слуге Иосифа, его домоправителю, и сказали, «Господин, клянемся тебе, что говорим правду. В прошлый раз мы пришли, чтобы купить еды. По дороге домой мы открыли свои мешки, и каждый нашел там деньги. А как они туда попали, мы не знаем. Мы принесли их с собой обратно, чтобы вернуть тебе. Мы принесли также еще денег, чтобы заплатить за еду, которую собираемся купить в этот раз». Слуга же ответил, «Не бойтесь, поверьте мне, должно быть Бог ваш и Бог отца вашего». Бог ваш и Бог отца вашего. А, ну, как Бог отца вашего, и, соответственно, он и ваш Бог. Ну, то есть, ну-ка тут как написано. Какой там, сорок третий. Бог ваш и Бог отца вашего, да. Ну, ладно, Бог-Бог. Ну, зачем так писать? «Положил деньги вам в мешки в дар. Я помню, что вы в прошлый раз заплатили за зерно, и тут слуга вывел из тюрьмы Симеона. Отвел их всех в дом к Иосифу, дал им воды омыть ноги и дал корм их ослам. Узнав, что они будут есть с Иосифом, братья приготовили дары к его приходу в полдень. Когда Иосиф пришел домой, братья отдали ему принесенные дары и поглонились ему до земли. Иосиф спросил, как у них дела? «Как поживает ваш престарелый отец, о котором вы мне говорили?» Спросил Иосиф. «Жив ли он еще и здоров ли?» «Да, господин», — ответили братья. «Наш отец еще жив». И снова поклонились Иосифу. И тут Иосиф увидел своего брата Вениамина, с которым у него была одна мать, и спросил. «Это и есть ваш младший брат, о котором вы мне говорили?» Вениамину же Иосиф сказал, «Да, богословит тебя Бог, сын мой!» И быстро удалился из комнаты, ибо его охватило чувство любви к брату, и он готов был заплакать. Он вошел в свою комнату и там плакал, а потом ополоснул лицо и вернулся обратно. Овладев собой, он сказал, «Подавайте кушанье». Слуги подали Иосифу за отдельным столом, братьев посадили за другой стол, а египтяне сидели отдельно, ибо считали, что им не подобает есть с евреями. То есть, получается, евреи второй сорт по отношению к египтянам. Они думали. Братья Иосифа сидели прямо перед ним за своим столом по старшинству, от старшего до младшего, и переглядывались между собой, девясь происходящими. Слуги стали брать блюда со стола Иосифа и подносить им, и подавали Вениамину в пять раз больше, чем остальным. Братья ели и пились Иосифом, пока не напились почти до пьяна. Что-то не очень понимаю процедуру. Значит, Иосиф один стол, братья второй стол и третий египтянин. И он что ел, после этого, ну что-то откусил, да, что-то там не доел, и переносили братьям, и Вениамину в пять раз больше, ну уже пять блюд, это уже много. Но тут не говорится всего пять, а в пять раз больше. Или это маленькие порции, или это какой-то пир был такой, но убой. Ладно, следующее. И тут Иосиф велел своему слуге, наполни мешки этих людей зерном, дай им столько, сколько они смогут унести, и вместе с зерном положи каждому мешок его деньги. Ну, хорошо, что фараон не знает об этом, а может уже знает, ну как это, разбазаривание добра. Младшему тоже положи в мешок его деньги, и еще положи в его мешок мою серебряную чашу. Слуга исполнил все так, как сказал Иосиф. На следующий день, рано утром, братьев отпустили обратно, и ослов их тоже. На следующий день, рано утром, и только они вышли из города, Иосиф сказал своему слуге, «Отправляясь вслед за этими людьми, остановив и скажи, мы отнеслись к вам по-хорошему, почему же вы отплатили нам злом? Почему украли серебряную чашу моего господина?» Ой, ну как бы ты думал, как-то все как-то по-русски, по-честному, должно быть что-то такое, да? Вот она, вот она изюминка. Мой господин пьет из этой чаши и с ее помощью узнает разные тайны. Плохо вы поступили. Слуга так и сделал, подпишил за братьями и, остановив их, сказал так, как велел ему Иосиф. Братья же отвечали ему, «Почему правитель говорит такие слова? Мы никогда такого не сделаем». Сделайте, сделайте, но не в этот раз. «Мы привезли обратно деньги, которые раньше нашли в своих мешках. Так зачем же мы стали бы красть серебро или золото из дома твоего господина? Если ты найдешь эту чашку у кого-нибудь в мешке, то этот человек умрет». Ну, по-быстрому, да? По-простому. Можешь убить его, мы же станем твоими рабами. «Давайте так и сделаем», сказал слуга. «И если я найду у кого серебряную чашу, тот человек станет моим рабом, остальные же будут свободны». Но у него была инструкция. Каждый из братьев поспешно спустил свой мешок на землю и открыл его. Слуга стал обыскивать мешки, начиная с мешка старшего брата и кончая мешком младшего, и нашел чашу в мешке у Вениамина. Братья очень расстроились, разодрали на себя одежды в знак печали, а потом погрузили мешки на ослов и пошли обратно в город. «Иуда с братьями вернулись в дом Иосифа, когда он был еще дома, и упали перед ним на землю». «Зачем же вы это сделали?» – ответил Иосиф. «Зачем опять деньги класть в зерно?» – такой вопрос. Но это халява, сладкое слово «халява». Вот они благодаря родственным связям, несмотря на обиду Иосифа, на братьев, он все равно делает некую такую… За счет Египта, за счет другой страны, своим собратьям, негодникам, делает такой вот… Или братьям, или отцу, такой гешефт, подарок такой. Но без подлянки не обошелся. «Зачем же вы это сделали?» – спросил Иосиф. «Неужели вы не знаете, что я умею угадывать тайны? Никто не делает это лучше меня». А, они вернулись, я думал, они дошли до родного дома, они вернулись обратно к Иосифу. И, значит, никто не делает это лучше меня. Иуда сказал, «Господин, нам нечего сказать, мы не можем ничего объяснить и никак не можем доказать, что невинны. Бог осудил нас за что-то другое. Мы все вместе с тем, у кого чаша, будем твоими рабами». Нерационально. Иосиф ответил. «Я не обращу вас всех в рабство». А, ну это даже вот они себя закабаляют на пустом месте, а Иосиф благородный. «Я не обращу вас всех в рабство, только тот, кто украл чашу, станет моим рабом, а все остальные можете идти с миром к своему отцу». Тогда Иуда подошел к Иосифу и сказал, «Господин, позволь говорить с тобой открыто, прошу тебя, не гневайся на меня. Я знаю, что ты словно сам фараон. Когда мы были здесь раньше, ты спросил нас, есть ли у вас отец или брат? И мы тебе ответили, у нас есть старик отец, младший брат. Отец любит его, потому что он родился, когда наш отец был уже стар. Брат нашего, этого младшего сына умер, и он остался единственный сын, родившийся от той матери. Отец очень любит его. Ты тогда нам сказал, приведите ко мне этого брата, и хочу его видеть. Мы же ответили, мальчик не сможет прийти, он не может оставить своего отца. Если отец потеряет его, то умрет от горя. Ты же нам сказал, вы должны привезти своего младшего брата, иначе я вам больше не продам зерна. Мы возвратились к отцу и передали ему, что ты сказал. Некоторое время спустя отец сказал нам, отправляйтесь обратно и купите для нас еще еды. Мы сказали отцу, мы не можем пойти без нашего младшего брата. Правитель сказал, что не продаст нам больше зерна, пока не увидит нашего младшего брата. А тогда отец сказал, вы знаете, что моя жена Рахиль родила мне двух сыновей. Я позволил, чтобы один сын ушел от меня, и его убил дикий зверь. С тех пор я не видел его. Если вы заберете у меня другого сына, и с ним что-то случится, то я умру от горя. И вот, если мы теперь возвратимся домой без нашего младшего брата, и отец увидит, что... Что? И тут многоточие. У нашего отца нет жизни без этого мальчика. Если он увидит... А тут как написано? Так, какой-то. Тридцать. Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его. Так, посмотри на другом. Если он увидит, что его с нами нет, то умрет. И в этом будет наша вина. Из-за нас отец умрет в великом горе. Я взял на себя ответственность за мальчика, сказав ему, Если я не приведу его к тебе обратно, то можешь всю мою жизнь считать меня виновным. И вот теперь я молю тебя, отпусти мальчика обратно вместе с его братьями. Я же останусь и буду твоим рабом. Я не смогу вернуться к отцу без мальчика, потому что страшусь того, что случится с моим отцом. Вообще-то мальчик уже давно подрос, да? Но как-то вот, ладно, говорят про мальчика. Иосиф не мог больше совладать с собой и заплакал на глазах у всех, кто стоял подле него. Вели всем выйти, сказал Иосиф, и все вышли. Братья же остались с Иосифом наедине. Тогда Иосиф рассказал им, кто он такой. Он громко рыдал, и египтяне слышали его плач, и все при дворе фараона слышали об этом. Я брат ваш Иосиф, сказал Иосиф своим братьям. Здоров ли, отец мой? Но братья, смущенные и испуганные, ничего не отвечали. И снова Иосиф обратился к братьям. Подойдите ко мне, прошу вас, подойдите сюда. Братья приблизились к Иосифу, и он сказал им. Я брат ваш Иосиф, тот самый, которого вы продали в рабство в Египет. Но не печальтесь, не вините себя за то, что сделали. Бог определил, чтобы я пришел сюда. Я здесь, чтобы спасти вас. Этот ужасный голод продолжается уже два года, и будет еще пять лет без сева и жатвы. Бог послал меня сюда, перед вами, чтобы я спас ваши семьи в этой стране. Не ваша вина, что я был послан сюда. Это был промысел Господни. Бог поставил меня отцом фараону, и я управляющий его домом и правитель всего Египта. Вот тоже запомните. То, что они сделали, продали брата, это промысел Господа. И все, и все. Запомните, сделайте гадость, промысел Господа. И сказал Иосиф, «Отправляйтесь же поскорее к моему отцу и скажите, что сын его Иосиф посылает ему весть. Бог поставил меня правителем Египта, так приди ко мне, немедли. Можешь поселиться поблизости от меня в земле Гесем. Ты, твои дети, внуки и весь твой скот. И я позабочусь о том, чтобы в течение пяти голодных лет ни ты, ни твоя семья не потеряли то, чем владеете». Иосиф сказал своим братьям, «Ведь вы же видите, что это я, Иосиф. Даже брат мой Вениамин знает, что это я, ваш брат, говорю с вами». А как он знает? Пока что у брата ничего не было. «Так расскажите моему отцу о том, каким почетом я окружен здесь, в Египте. Расскажите обо всем, что видели здесь. Теперь же отправляйтесь поскорее, приведите ко мне моего отца». И тут Иосиф обнял Вениамина, брата своего, и оба они расплакались. И потом Иосиф расцеловал всех своих братьев, плакал, обнимая их. «И братья стали говорить с Иосифом. Фараон узнал, что к Иосифу пришли братья. Это весь облетел и весь двор фараона. И фараон и его придворные очень обрадовались». Чему? Интересно, чему обрадовались-то? «Фараон сказал Иосифу, скажи своим братьям, чтобы они взяли еды, сколько нужно, и отправились обратно в Ханан. Скажи, чтобы они привезли сюда обратно ко мне твоего отца и свои семьи. Я дам тебе самую лучшую землю в Египте, и твоя семья будет есть самую лучшую пищу, какая у нас есть». И еще сказал фараон, «Дай твоим братьям наши самые лучшие колесницы. Скажи, чтобы они отправились в Ханан и привезли сюда твоего отца и всех женщин и детей». По-моему, уже это было. Да, перед этим было. Ну, это же для тех, кто имеет слабую память. Так что еще раз, значит, опять привези. «И пусть не беспокоятся о том, как перевезти свое имущество. Мы дадим им все, что есть лучшего в Египте». То есть даже имущество можете бросить, мы тут все вам выдадим. «Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им хорошие колесницы». Это вот как это, репатрианцы, да? «Приезжайте в Израиль», говорят советским евреям, «мы вам все тут дадим». Это вот тоже, вот отсюда идет. И люди, сломя голову, возвращались туда, где никогда не были. «Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им хорошие колесницы, как обещал фараон, и дал достаточно еды на дорогу. Иосиф дал каждому брату смену красивой одежды. Вениамин уже дал пять смен и дал ему также 300 серебряных монет». Ну это все. Это прям вот шик-блеск. Иосиф послал подарки и своему отцу. Десять ослов, навьюченных мешками со всяким добром из Египта. Ну зачем? Еще десять ослиц, навьюченных мешками с зерном, хлебом и всякой другой едой для отца на обратную дорогу. А потом велел братьям отправляться в путь. Когда же они уходили, Иосиф сказал им, «Идите прямо домой и в дороге не ссорьтесь». И братья ушли из Египта и отправились к своему отцу в Ханаам. Они сказали ему, «Отец, Иосиф жив, он правитель всей страны египетской». Отец их не знал, что и думать. Сначала он не поверил им. Но когда они рассказали им обо всем, что сказал Иосиф, и когда Яков увидел повозки, которые Иосиф послал за ним, чтобы привезти его в Египет, он очень обрадовался и возликовал. «И сказал Израиль, «Теперь я верю, что сын мой Иосиф жив, еще жив, и я увижу его перед смертью». Но тут не обсуждается момент, ведь а как он туда попал? Вот эти же братья его продали, это же подлецы. Может, в следующей главе об этом будет. И вот Израиль начал свое путешествие в Египет. А, ну с этим же закончили. Это же провидение Господа. Это Господь сделал, а не братья. Так что и обсуждать тут нечего. Сначала он пошел в Версавию, где поклонился Богу. Богу Исаака, отца своего, и принес ему жертвы. Опять, видите, Богу Исаака, отца своего. А есть другие боги, других племен, да? Ночью Бог явился Израилю во сне и заговорил с ним. Яков, Яков. Израиль ответил, здесь я. Он уже, уже Израиль же. И сказал тогда Бог. Я Бог. Бог твоего отца. Иди в Египет, не бойся. Там я произведу от тебя великий народ. Ну, это вот уже старая сказка. Я, там, великий народ. Сколько там, песчинок не сосчитаешь. Вот это все, да? Я пойду с тобой в Египет. Пешком, что ли? И я выведу тебя обратно. Ты умрешь в Египте. Но Иосиф будет с тобой и своими руками закроет твои глаза, когда ты умрешь. Ну, как бы... Звучит вдохновляюще. После этого Яков ушел из Версавии и отправился в Египет. Ну, с Богом. Правильно? Пешком. Бог тоже пешком шел. Его сыновья... Напоминаю, этот Бог, он боролся с ним всю ночь. Поэтому он Израиль. Его сыновья, сыновья Израиля везли отца, своих жен и всех своих детей на колесницах, посланных фараоном. Они также взяли с собой весь свой скот и все, чем владели в земле Ханаанской. И Израиль отправился в Египет со всеми своими детьми и со всей своей семьей. Ну, а че? Ну, понятно, да. С ним были его сыновья и внуки, дочери и внучки. Вся семья пошла с ним в Египет. Я бы тут добавил. В Египет они пошли всем табором. И братья, и сестры, и внуки, и кошки, и собаки, и козы, бараны, верблюды. Все это пошло, и они пошли, не путайте, куда они пошли, в Египет. В Египет. Это, да, юмор какой-то, наверное. Так, дальше. В Египет. Вот имена, самое интересное. Вот имена. Давайте я вот это все сокращу. Вот такие, вот такие были имена. Много-много-много имен, имен. Много-много-много имен. Ну да, тут целый табор цыганский. Всего же моих потомков Якова, которые ушли с ним в Египет, было шестьдесят шесть человек. Это надо посчитать. Всех перечислили. Жены Же, жены Же, сыновей Якова, в это число не включены. Почему? Второй сорт, что ли? И было также двое сыновей Иосифа, рожденных в Египте. Так, что всего в Египте было семьдесят членов семейства Якова. А шестьдесят шесть плюс два шестьдесят восемь итого семьдесят. Так получается? Давайте еще раз. Шестьдесят шесть и еще двое от Иосифа. А может, самый Иосиф еще? Три. Шестьдесят шесть плюс три ровно семьдесят. Ну, я правильно посчитал? Ну-ка, тут как? Как тут считается? Так. Шестьдесят шесть душ. Две. Шестьдесят восемь. Семьдесят. Пять. Так, семьдесят или семьдесят пять. Шестьдесят шесть всех душ с Яковом. С Яков. Яков включен. Наверное, Яков это, ну, как бы, это... А что Яков-то? Это Израиль, который Яков. Яков и шестьдесят шесть, это шестьдесят семь. И этот, в Египте, Иосиф шестьдесят семь, и два сына... Не, шестьдесят семь, шестьдесят восемь, и два... Ну, тогда, да, тогда семядесят. Ну, а так, если читать, то как бы с математикой что-то не очень, да? Но тут надо же с извращениями читать, с подтекстом. Так что, этот и шестьдесят шесть, этот и еще два сына. тогда сходится. Так, где тут семьдесят? Семьдесят, Яков послал вперед Иуду, чтобы тот сначала поговорил с Иосифом. Иуда пришел к Иосифу в землю Гесем, и Яков тоже со своим семейством следовал за ними. узнав, что отец уже близко, Иосиф снарядил свою колесницу и отправился навстречу Израилю в Гесем. Вот, то Израиль, то Яков, да, вот как-то, что, нельзя как-то нас не путать. Увидев отца, Иосиф бросился ему на шею и долго плакал. Израиль сказал Иосифу, теперь я могу спокойно умереть, я увидел твое лицо и знаю, что ты жив. Иосиф сказал братьям и остальному семейству отца, я пойду и скажу фараону, что вы здесь, скажу ему, мои братья и остальное семейство покинули землю Ханаанскую и пришли сюда ко мне. Они пастухи, у них всегда были овцы и крупный скот, и у них с собой весь скот и все, чем они владеют. Когда фараон призовет вас и спросит, каким ремеслом вы занимаетесь, ответьте ему, мы пастухи, были пастухами всю жизнь и предки наши до нас были пастухами. Тогда фараон позволит вам жить на земле Гесем. Египтяне не любят пастухов, поэтому вам лучше оставаться в земле Гесем. Ну, все, как я и говорил, скотоводы, пастухи. Иосиф пошел к фараон и сказал, мой отец и мои братья со своими семьями здесь, у них с собой весь их скот и все, чем они владели в земле Ханаанской, и сейчас они в земле Гесем. Вот такой вопрос, египтяне любили пастухов, а где они мясо брали? Покупали? Они, то есть, как бы, не пасли скот? Где они? Они как это, в коровниках, что ли? Иосиф выбрал пятерых из своих братьев, чтобы они вместе с ним предстали перед фараоном. Фараон спросил братьев, каким рислом вы занимаетесь? Но он же ему уже сказал фараону, он уже сказал, чем они занимались. Ну ладно, он как бы такой забывчивый, он спрашивает, братья ответили, господин, мы пастухи, и предки наши до нас были пастухами. В Ханане ужасный голод, сказали они фараону, в поле не осталось травы для нашего скота, и вот мы пришли жить в эту землю, просим тебя, разреши нам жить в Гесеме. Ну вот, если травы нет в Ханане, то в Египте откуда она? Там тоже голод, в Египте. Ничего не росло, они едят зерно, которое запас типа их брат. Так где они будут пасти, если там тоже все высохло? Такой вопрос. Ну ладно, там уж какие-то ласисы, там объедят там что-то такое, да? Ладно. Тогда фараон сказал Иосифу, к тебе пришли отец и братья. Можешь выбрать для них в Египте любое место. Дай своему отцу и братьям самую лучшую землю. Пусть они живут в земле Гесем. Если они умелые пастухи, то пусть присматривают и за моим скотом тоже. Значит, скот то был у фараона. А как он может не его скот и дают ему потом мясо? Вранье. Тогда Яков привел своего отца и представил его фараона. Яков же благословил фараона. Представляете, хоть по, Яков пастух благословляет фараона. Иди сюда. Ты что, фараон шли? Благословляю. Офигеть. Фараон спросил, сколько тебе лет? У меня была короткая, полная невзгод жизнь. Я прожил всего 130 лет, честно сказал Израиль. Мой отец и мои предки до более глубокой старисти, чем я. Короткая, 130 это короткая жизнь. Яков опять Яков благословил фараона, а потом ушел. Уже два раза. Просто не фараон, а тряпка какая-то. Что-то все благословляют, обманывают. Иосиф сделал, как сказал фараон, и дал отцу и братьям самую лучшую землю в Египте около города Рамзеса. Вот тоже такой вопрос. Самая лучшая земля, она получается необработанная, что ли? Вот просто самая лучшая земля, там нет ни крестьян, ничего там производится. Кто-то там посеял, ждет урожай, тут приходит Иосиф и говорит, так, иди отсюда, иди отсюда, иди в пустыню. Я это забираю. Может у меня родня приехала, родня-то надо где-то жить. А ты иди, иди. Имени фараона, так что ли? Если хорошая самая лучшая, она обрабатывается. А если это плохая, она стоит пустая. Ладно. И дал он своему отцу, братьям и их семействам еду, сколько им было нужно. Так, перед этим надо водички выпить. Голод все усиливался, и нигде в тех краях не было еды. египет и ханаан очень обеднели в эти голодные годы. Люди покупали все больше и больше зерна, Иосиф же собирал деньги и доставлял их фараону. Через некоторое время у народа в Египте и ханаане больше не осталось денег, ибо они все их потратили на покупку зерна. Тогда египтяне пришли к Иосифу и сказали Просим тебя дай нам еды, у нас больше нет денег, но если нам нечего будет есть, то мы все умрем у тебя на глазах. Вершитель судеб, представляете? Иосиф ответил Отдайте мне свой скот, и тогда я дам вам еду. Логично. И стали они прогонять свой скот лошадей и других животных и отдавать их за зерно. А там были лошади в то время? Лошади? Ну, наверное, были. Ну, раз написано, значит, все правда. В тот год Иосиф дал им хлеб, но забрал у них скот. Ну, а что, честная сделка. На следующий же год у народа не было скота, и не на что им было купить хлеба. Египтяне пришли к Иосифу и сказали, «Ты знаешь, у нас не осталось денег, а весь наш скот принадлежит тебе. У нас ничего не осталось, только то, что видишь наши тела и наша земля. Мы наверняка все умрем у тебя на глазах, но если ты дашь нам хлеба, то мы отдадим фараону нашу землю, а сами останем его рабами. Дай нам семена, чтобы посеять, и тогда мы не урожай. Вот это верно. Вот это верно. Там идет разлив Нила, если кто знает. И это происходит ежегодно. И когда Нил спадает, там образуется вот эта плодородная долина, где они все выращиваются. Притом в Египте собирает несколько урожаев год. Поэтому вот эта сказка про голод это сказка. Но как бы читаем что написано. Вот они сами говорят дай нам семян и урожай будет. А чего до этого не было? И вот Иосиф скупил для фараона всю землю в Египте. Все египтяне продали Иосифу свои поля. Но вообще-то все это фараону принадлежит. Если я что-то не путаю. Так что как они могут продать то, что принадлежит ему? Сказка. И вот Иосиф скупил для фараона всю землю в Египте. Все египтяне продали Иосифу свои поля. Они сделали это, ибо страшно голодали. И земля стала принадлежать фараону. Ну ладно. Все египтяне стали рабами фараона. По всему Египту все были рабами фараона. Вы видишь, два раза одно и то же и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Может тут продолжить уже читать? Ну как это? Одно и то же. В пьяном виде, что ли, писали? Только землю жрецов не купил Иосиф. Жрецы не продали свою землю, потому что фараон платил им за труды, и они на эти деньги покупали еду. Повезло, так повезло. Иосиф сказал народу, я купил вас и землю вашу для фараона, поэтому я дам вам семена, чтобы вы засеяли свои поля. Во время жатвы вы должны будете отдавать фараону пятую часть своего урожая. Но с этого начиналось семь лет, ой, сколько уже там, десять лет назад. Он так и собирал. Опять говорит, вот новое правило, пятую часть будете отдавать. Четыре части можете оставлять себе. То зерно, что оставите себе, будет вам для пищи и для посева на следующий год. Теперь вы сможете прокормить свои семьи и своих детей. А что, до этого они не знали, что поступить со своим зерном? Египтяни сказали, ты спас нам жизнь, мы счастливы быть рабами фараона. Ну, то есть, как бы аналогия человека, попавшего в концлагерь. Спасибо, что ты даешь нам какую-то кормежку, мы тебе за это ножки помоем. В те времена Иосиф ввел в стране закон, который действует и поныне. Ну-ка, ну-ка. Закон гласил, что пятая часть всего, что рождает земля, принадлежит фараону. Фараон же владеет всей землей, за исключением земли жрецов. Ну, так оно и было в начале. Он же собрал пятую часть на каком основании, на каком, по какому закону? по этому же, который ввел вот только сейчас, что ли? Израиль остался в Египте и жил в земле Гесем. Семья его разрослась еще больше и весьма умножилась. У них была земля в Египте и они все преуспевали. Яков прожил в Египте 17 лет и ему исполнилось 147 лет. И мы в это верим. Наступило время, когда Израиль почувствовал, что скоро умрет. Призвав к себе Иосиф, он сказал, если любишь меня, то положи руку мне под ногу и обещай исполнить, что я скажу, и будь со мной честен. Ну, он требует невозможное. Как? Когда я умру, не хорони меня в Египте. Похорони меня там, где похоронены мои предки. Увези меня из Египта и похорони в семейной могиле. Иосиф ответил, обещай исполнить все, что ты сказал. Поклянись, сказал Яков. Иосиф поклялся ему, что исполнит все, и Яков снова опустил голову на постель. Игра в честность, это, честно говоря, меня умиляет. Люди, которые не знают, что такое честь, клянутся или просят быть честными. Некоторое время спустя Иосиф узнал, что отец его очень болен, по слухам, или где он узнал. Он живет с ним, и он узнал, и взял с собой обоих сыновей, Иосиф узнал, обоих сыновей, Моносия и Ефрема отправился к отцу. А, отдельно жил. Когда Иосиф пришел, то Израилю сказали, твой сын Иосиф пришел навестить тебя. Израиль был очень слаб, но собрался с Илм и сел в постели. Это очень важные детали, это просто мы живо все это представляем. И сказал Израил Иосиф Всемогущий Бог явился мне в Лузе в земле Ханаанской и там благословил меня, сказав, я увеличу и приумножу твою семью, дам тебе множество детей, и ты станешь великим народом. Твоя семья будет владеть этой землей во веки веков. Какой этой? В Лузе Ханаанской? У тебя сейчас двое сыновей, оба они родились здесь, в стране египетской, до моего прихода. Оба сына твои, Ефрем и Моносия, будут мне сыновьями, как Рувим или Симеон. Это как-то, дедушка, это как-то твои внуки будут твоими сыновьями. Наверное, это образ, типа, ладно, они хоть в Египте на какой-то такой земле поганой, не на нашей, на той земле, на которой мы сейчас живем, питаемся от этой земли, ну ладно, фиг с ним, я их принимаю в свое, так сказать, в свой род. Вот такой, наверное, смысл. Так вот, эти двое мальчиков будут словно мои сыновья и будут иметь долю во всем моем имуществе. Но если у тебя будут еще сыновья, то они будут твоими. И в то же время сыновьями Ефрема и Моносии в будущем они будут иметь долю во всем имуществе Ефрема именно Моносии. Боже, что же так это, что у него в голове-то? Ну, старенький, наверное. Как такое можно придумать и для чего? Вот что там они? Ну, 20 коров, 20 коров завещает Ефрем, которые живут-то недолго, да? И вот те братья этих сам, они будут их внуками и то, что от этих коров достанется, Боже, Боже, дальше. Когда я шел из Падан Арама, умерла Рахиль. Я был в глубокой печали. Она умерла в земле Хананской, когда мы еще были на пути Ефрема. Фрафу. Я похоронил ее на дороге к Ефрафе в Вифлееме. Тут Израиль увидел сыновей Иосифа и спросил, кто эти мальчики? Он про них говорил, кто эти мальчики? Мои сыновья, ответил Иосиф. Уже не путай, это же его сыновья, а твои кто? А, кстати, да, это теперь сыновья его отца, а он тогда кто? А, он их брат получает, он брат, брат, точно. Мои сыновья, ответил Иосиф, мальчики, посланные мне Богом, может, жена ему родила, или Бог, что-то я пропустил, наверное. Подведи их ко мне, я благословлю их, сказал Израиль. Израиль был стар и плохо видел. Иосиф подвел мальчиков поближе к своему отцу, и Израиль обнял их и поцеловал. И сказал Израиль Иосифу, никогда не думал, что снова увижу твое лицо, но вот видишь, Бог дал мне увидеть тебя и твоих детей. Иосиф снял мальчиков с колен Израиля и они поклонились его отцу до земли. Это уже их отец. Израиль же сказал его слово первое или какое? До земли. Иосиф поставил Ефрема по правую сторону от себя, а Моносия по левую. Так что Ефрем оказался по левую сторону от Израиля, а Моносия по правую. Но Израиль скрестил руки, запутать хочет, и положил правую руку на голову младшего мальчика Ефрем, а левую на голову Моносия. Так что на Моносии оказалась его левая рука, хотя Моносия был первенцем. Зануды, ну зануды. Израиль благословил Иосифа, сказав, Бог, которому поклонялись мои предки, Авраам и Исаак, всю жизнь указывал мне путь. Он ангел, о, видите, уже не Бог, а Он ангел, спарше меня от всех моих невзгод. Я молю, чтобы Он благословил этих мальчиков, они же будут иметь мое имя и имя наших предков, Авраама и Исаака. Я молю Бога, чтобы умножились они и стали великими семействами и народами земли. Ну, у тебя еще есть сыновья вообще-то. Ну, ладно. Иосиф увидел, что его отец положил правую руку на голову Ефрема, и это ему не очень понравилось. А в чем проблема? Он взял руку отца и хотел снять ее с головы Ефрема и положить на голову Моносея. Твоя правая рука не на том мальчике. А что как-то был какой-то знак, что ли? А если был трое, то что положить на голову третьего мальчика? Первенец Моносея, положи правую руку ему на голову. Но отец возразил, я знаю сын Моносея, первенец, он также станет отцом множества народа и будет велик, но младший брат будет более велик, чем старший, и семья будет намного больше, чем семья старшего. Вот надо на глазах у внуков это все устраивать. Тот день Израиль благословил их, сказав, вашими именами народ Израиля будет благословлять друг друга, говоря, пусть Бог сделает тебя подобным Ефрему и Моносея и поставил Ефремя выше Моносея. Ну, как поставил? Для себя, да? Израиль сказал Иосифу, знай, приближается час моей смерти, но Бог будет с тобой и переведет тебя обратно на землю твоих предков. Я дал тебе то, что не дал твоим братьям. Гору отвоеванную мной у Аммареев. Я воевал с ними мечом и луком и победил. Это 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 когда это я что-то пропустил мечом, луком. А, он, наверное, это уже бред пошел старческий. После этого Израиль призвал к себе всех своих сыновей и сказал им сыновья мои, давайте посмотрю что тут написано. Я даю тебе преимущество перед братьями твоими один участок, который я взял из рук Аммареев мечом моим и луком моим. Участок, а там гора. Участок лучше, там может что-то посадить, а что с горой это делать? Ну, что, может здесь продолжить? Что-то я встам привык, тут попроще как-то. После этого Израиль призвал к себе всех своих сыновей и сказал им, сыновья мои, подойдите ко мне, и я скажу, что с вами случится в будущем. Соберитесь и слушайте сыновья Якова, слушайте Израиля отца вашего. Рубин, первенц мой, ты мой перворожденный, первое свидетельство мужской силы моей, ты самый почитаемый, самый могущественный из моих сыновей, но страсти твои словно поток, с которым ты не совладаешь, и потому ты больше не будешь самым почитаемым из моих сыновей. Ты взошел на ложе отцовское и навлек позорно постель мою, на ложе, на которое ты возлег. Не понял. Симеон и Леви братья, они любят сражаться мечами. Они же пастухи. Какие мечи? Что-то я не понимаю. Тайно сговорились они сотворить худое. Не желает душа моя участвовать в их сговоре, и не принимаю я их тайные встречи. В гневе убивали они людей и терзали животных ради забавы. Что-то у них прорвало на откровения какие-то. Гнев их проклятие, ибо слишком силен. В гневе жестокие они без меры. Не будет у них земли в стране Иакова, и рассеются они по всему Израилю. Ну, их двое вообще-то. Ладно, рассеются, рассеются. Иуда, братья твои превознесут тебя, ты победишь врагов своих, и братья твои склонятся перед тобой. Уже есть враги? Иуда подобен молодому льву, который лег отдохнуть, и ни у кого не хватит храбрости потревожить его. Скипетр всегда останется с коленом Иуды. Иудея, видишь, название Иудея, это от Иуды. И на семье его всегда будет знак владычества, пока не придет царь истины, которому станут повиноваться и служить народы. Это пророчество, пока не придет царь истины. Он привязывает осла своего к виноградной лозе, к самой лучшей лозе привязывает он осленка своего и в самом лучшем вине стирает он одежды свои. Давайте туда перейдем. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяния свое. А что так раньше стирали что но ведь если виноград красный то я думаю белый не отстираешь что за бред какой-то перед смертью у дедушки там что-то да блестящие очи его от вина ну то есть от вина раз и блестят очи и белые зубы его от молока ну от вина от красного зубы ну черные да от молока белые заволон при береге морском будет жить и у пристани корабельной и предел его до седона из сахар осел крепкий лежащий между потоками вод сынок ты осел сказал дедушка папаша и увидел он что покой хорош и что земля приятна и преклонил плечи свои для ношения бремени стал работать в оплату дани ну тут что-то уже непонятное давайте сюда вернемся вот из сахар подобен ослу и увидит он что хорошо место отдыха его и приятная земля его и тогда он согласится нести тяжкое бремя и согласится трудиться словно раб а что не трудиться лучше что ли как бездельник что ли да он будет судить свой собственный народ как одно из племен израилевых он будет словно змея у обочины дороги словно опасная змея что лежит у тропы и жалит коня в ногу и падает всадник на землю на спасение твое надеюсь господи банда разбойников нападет на гады но гад прогонит их земля сира будет приносить хорошие урожаи и будут у него царские яства нефалим я просто без комментариев что это какой-то бред нефалим подобен серни скачущей на свободе слова его прекрасны словно дети ее иосифу о всем сопутствует успех он подобен плодонощащей лозе растущей у ручья лозе забор обвивающий но многие обратились против него и сражались с ним люди со стрелами стали его врагами но он выиграл битву со своим луком могучим и искусственными руками своими это пастух или царедворец но он в любом случае не воин силу свою он получит от могучего якова от пастыря твердыни израилевый то есть от этого деда он получит силу от бога отца нашего вашего силу он получит от якова твердыни израилю от бога отца вашего силу получит могучего якова он про себя говорит от пастыря от пастуха твердыни израилевой ну тут уже непонятно а твердыни израиля твердыни его бога отца ваш короче закрутил да поможет тебе бог да благословит тебя бог всемогущий обещающий от себя много обещающего бог тебе пускай поможет и пошлет тебе благословения небесные свои свыше и благословения снизу из бездны о это откровение смотрите из бездны кто у нас бездне живет ну-ка а тут как написано да который и да благословит его благословению небесными свыше бездны бездны лежащую долу благословению сосцов и утробы из бездны да пошлет он тебе благословения сосцов и утроб он накрутил много-много хорошего случилось с моими родителями я отец твой благословен был даже больше твои братья оставили тебя ни с чем я же осыпаю тебя теперь благословениями выше горы поднимаются они ну ладно в общем я тебя благословил вот такая гора ты что не видишь что ли вот сколько у тебя ничего нет ты правитель Египта ну вот видишь как я тебя дарил вот такой смысл Вениамин словно хищный волк по утрам убивает и поедает а по вечерам делится тем что осталось хороший сынок вот все 12 семейств Израилевых и вот что сказал им отец их и какое дал благословение сыновьям своим каждому свое так а эти двое а эти двое ну уж дальше сыновья и этого Иосифа они же тоже его сыновья потом Израиль дал им наказ сказав я скоро умру и хочу быть со своей семьей похороните меня рядом с моими предками в пещере на поле Ефрона Хеттиянина в той которая на поле Махпела неподалеку от Мамре в земле Ханаанской Аврам купил это поле у Ефрона чтобы иметь место для погребения в этой пещере похоронен Аврам с женой своей Сарой в той пещере похоронен Исаак с женой своей Ребеккой и там я похоронил жену свою Лию пещера та на поле купленном у Хеттиян закончить говорить с сыновьями Яков лег положил ноги на постель и вздохнув умер что-то я хочу посчитать двенадцать этих имен так кто первый то Руфим первый два три четыре четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать 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 я плохо посчитал Рубим раз два три ну двенадцать да получается колен но ведь он говорил что два сына твои тоже будут моими сыновьями получается четырнадцать так же вот Ефрем и Моносия это же его сыновья будут да ну что-то я тут не очень понимаю короче Иосиф это колено и сын а эти два его внука этого Израиля они как бы не колены но но сыновья но в общем тут читаем тут не читаем короче умер давайте пятьдесятую и на этом чтение закончу здесь Иосиф очень горевал когда Израиль помер так у меня тут все записывается вроде да обняв отца он плакал над ним и целовал его и приказал он своим слугам врачам подготовить тело отца и те по особому по особому напальзамировали тело Иакова для погребения по обычаю египтян это не не оскорбляет ее нет подготавливая тело по особому египтяне выжидали сорок дней до погребения а потом семьдесят дней скорбели об Иакове так так давайте здесь да египтянь его отплакали семьдесят дней но это они же были не родственники ну ладно скорбили когда же время скорби прошло Иосиф обратился к придворным фараона и сказал прошу вас передайте фараону когда мой отец был при смерти я дал ему обещание а что он не может с фараоном встретиться что ли передайте типа время нет уже передайте я пошел да когда мой отец был при смерти я дал ему обещание что похороню в земле ханаанской в той пещере которую он приготовил для себя так позволь же мне пойти похоронить моего отца а после этого я возвращусь к тебе сдержи обещание сказал фараон иди похорони своего отца извините обратился к придворным а фараон ему ответил так давайте здесь читать придворным фараона и сказал фараон а может он передал через о да а ну так хорошо передай ему чтобы он сдержал ну так написано что сказал фараон и вот Иосиф пошел хоронить отца а с ним пошли все придворные фараона зачем все старейшины дома фараон и все старейшины Египта ну да там наверное из Сирии подтянулись там из Ирака из Ирана все пришли потому что ну это же вы что не знаете кто умер так что ли да с Иосифом пошли вся его семья его братья и все члены семьи его отца только дети овцы и скот остались в земле Гесем дети овцы это это как вообще дети остались за скотом ну дети может под русские ну как это если маленькие дети ну 5 лет 6 лет и скот остались да а все остальные ринулись хоронить ну наверное матери хоть остались но так же написано только дети овцы и скот хотя овцы и скот это одно и то же да народу было очень много там были даже воины на колесницах и всадники вертолеты еще летали они дошли до Горен Гатат Горен Гатат к востоку от реки Иордан ого так это уже Израиль это Ханам это Изгипта вот эта вся процессия шла серьезно и там совершили совершили по Израилю долгую погребальную службу продолжавшуюся 7 дней увидев погребальную службу в Горен Гатат Даде обитатель земли Ханаанской сказали да чего же печальная служба у этих египтян потому и называется это место то место Авель Мизраим ну видимо перевод какой-то так сыновья Израиля исполнили то что он им завещал они отнесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере у Хаптелы неподалеко от Мамре на поле купленном Аврамом у Ефрона Хатинянина Аврам купил эту пещеру чтобы иметь место для погребения Иосиф похоронил отца вместе со всеми кто был с ним возвратился в Египет но в 48 главе он что-то начал говорить про свою жену Рувиль что ли или в 47 но что-то осекся вот умерла Рахиль она умерла в земле Ханан когда еще были похоронил ее на дороге Ефрорате к чему это а потом увидел сыновей кто эти мальчики вот это для чего было я думал что он скажет моя любимая жена я хочу быть рядом с ней или возьми мою жену перезахорони вместе со мной но как-то вот так и осталось то ну видим мысли прыгали так похоронил возвратился после смерти Якова братья Иосифа стали опасаться что Иосиф все еще разгневан на них на то что они сделали много лет назад может быть Иосиф все еще ненавидит нас за то что мы сделали говорили они и послали ему сказать как послали отец перед смертью велел нам что-то передать тебе но это что-то подлинное скажи Иосифу Иосифу сказал сказал он что я прошу его простить братьям зло которое они ему причинили и вот теперь мы просим тебя Иосиф прости нас слуга Бога слуг Бога твоего отца за то зло что мы тебе причинили Иосиф был очень опечален этим посланием и заплакал а что печально чего я чуть не понимаю братья пришли низко поклонив поклонились ему сказав мы слуги твои Иосиф же ответил не бойтесь меня я не Бог понимая логика я не Бог поэтому меня может не бояться а Бога надо бояться Бог он знаете что может сделать правда что вы замыслили против меня худое но Бог назначил мне доброе так он добрый что ли а что бояться если он добрый назначил мне доброе по промыслу его я послужил к сохранению жизни множества людей как и случилось до сего дня так не бойтесь же я позабочусь о вас и ваших детях и он успокоил их говоря добрые слова иосиф иосиф жил в египте семьей своего отца и прожил всего 110 лет всего всего каких-то 110 лет при жизни иосифа у ефрема родились дети и внуки и у сына его моносея родился сын по имени макир и дожил иосиф до того чтобы увидел детей макира когда иосиф был близок к смерти он сказал своим братьям близок час моей смерти но я знаю что бог позаботится о вас и выведет вас из этой страны опять персональный бог этой семьи он про других людей не думает только про вот эту семью бог приведет вас в ту землю которую обещал дать аврааму исааку и якову потом иосиф попросил свою семью чтобы они дали ему обещание обещайте мне сказал иосиф что возьмете с собой мои кости когда бог поведет вас в ту новую землю ну какую новую она старая же иосиф умер в египте когда ему было напоминаю 110 лет его тело набальзамировали к погребению и положили в групп в египте а празднество наверное будет в следующей главе напоминаю про того бога который обещал после этих событий после событий с христом это эта земля не принадлежала иудеям до 1948 года то есть обещания они такие да через 2000 лет получите свое на этом я заканчиваю и приглашаю на следующую на следующее чтение 10 кому это любопытно прощаюсь с вами любви свете одного бесконечного творца не господа друзья мои посмотрел я что дальше 50-е главы и понял что это было последнее дальше идет исход который я не планирую читать потому что это будет в том же стиле в котором было бытие все такие же сказки с такими же наворотами поэтому не вижу смысла продолжать потому что это я думаю кто мнение свое составил тот уже в этом укрепился а кому любопытно что было дальше тот возьмет и наверное так же тщательно в таком же стиле может прочитать все что было дальше поэтому я на этом вот этот иудейский период закончу и следующее чтение у меня будет Евангелие от Луки как мне мой Бог сказал так что на этом чтении бытия заканчиваю благодарю вас за внимание до сих пор